I have ways of blowing things off. Вот этот меч. Огромный меч жнеца. Весит в 2 раза больше стандартную. Наносит больше урона за счет потери скорости. Я не знаю как за счет. Ну ладно. Бывший владелец наверняка был здоровяком. Отличается он вот таким образом. Дальность у него 3 от 2,5. Урон 1,25. Правда только 2 взмаха. И время взмаха чуточку отличается. Но мне нравится этот меч. Я уже немножечко с ним походил. Повыполнял некие челленджи. Я вам сейчас расскажу историю как. Я его добыл. Потому что когда мы приходим сюда. Нас тут ожидает вот такая табличка. Ворота вот эти закрыты. Тут написано. Есть слабые места в стене. Невидимые глазу. Под сход из дерева взгляни. Секрет найдешь там сразу. И самая большая. Ну так скажем. Подлость данного квеста. В том что обычно. Стены которые мы можем взорвать. Мы видим они такие сложные из камней. В них есть трещины. Но вот сход из дерева. Это вот здесь вот. Ну-ка. Видите? Эта стена была нормальная. Мы ее просто взрываем. И заходим сюда. Здесь кнопочка. Которую мы должны нажать. И здесь следующая табличка. Которая нам подсказывает. Есть слабые места в стене. Невидимые глазу. За две колонны загляни. Секрет найдешь там сразу. Я вам это сейчас все показываю. Повторяю. Потому что. Как на мой взгляд. Это самое сложное. Ну и пожалуй. Самая интересная загадка в игре. Которую я пока что видел. Мне она очень понравилась. Поэтому я хотел с вами. Вот как бы поделиться. Все это находится в этом вот районе. Идем вот сюда. Две колонны. И эта стена выглядит очень подозрительно. Поэтому. Видите? Опять же. Стена выглядит цельной. В ней нету трещин. Мы берем. И вот так вот ее ломаем. Заходим. Тут нажимается кнопка. Следующая табличка. Нам говорит. Слабые места. За грозным взглядом проследи. Секрет найдешь ты сразу. Грозный взгляд. У нас находится. Сейчас я вам расскажу где он. Попьехать. Вот. Очень грозный взгляд. И вот эта стена. Ломаем здесь. Опять же кнопка. И следующая табличка про слабые места. И ты под горгулью загляни. Секрет найдешь там сразу. Под горгулью. Это секрет в секрете. Потому что чтобы посмотреть под горгулью. Нужно вот тут вот прорубить. И пройти. И вот эта горгулья. И вот эта стена. Мы ее тут ломаем. Опять же. Четвертая кнопка. Последняя наконец. Наши призвания служить тому. Кто противостоит лорду врат. Противостоит. И уже после этого мы идем и спокойненько получаем вот этот меч. Который на мой взгляд сейчас самое лучшее оружие в игре. Хотя ну что я могу знать. Потом. Смотрите что я сделал. Я получил улучшенный лук. Улучшенный огонь у меня уже был. Улучшенные бомбы. И улучшенный крюк. Собственно улучшенный лук получается в той самой пещере. В которой я когда-то там серии 5-6 назад пытался проникнуть. Помните где полно пауков. Вот это было просто проход к испытанию на лук. Теперь лук можно зарядить. А потом зарядить еще больше. Он наносит двойной урон. Бомбы теперь не наносят вреда нам самим. Когда мы их взбираем вплотную. А крюк у нас улучшен таким образом. Что если мы используем меч. Вот это кстати очень интересная вставочка. Если мы используем меч. Короткий или длинный. Неважно. Но главное меч. То мы можем в полете наносить удар. То есть ты цепляешься крюком. И в полете нажимаешь удар. И у тебя случается специальная такая комбо. Которой ты можешь хорошенько кого-то приколбасить. Также. Ребят. Я собрал почти что. Все кристаллы. Я собрал все красные кристаллы. У меня теперь шесть маги. Я думаю самые зрячие из вас это уже заметили. Мне не хватает одного кристалла. И я очень боялся спойлеров. Я просто глянул где он находится. Я так понял что он находится в районе где мы еще не были. Все остальные я собрал. Вот это нам предстоит еще собрать. Я просто знаю что в том районе мы еще не были. Но где этот район я еще толком не знаю. Поэтому сейчас я вам покажу насчет этого. Видите вот такая стрелка происходит. Ай. Ай-яй-яй. Это чувачок какой-то медленный. Ну ладно. За него кстати полтос дают. И он здесь и респаунится. На нем можно качаться. Не то чтобы это было так целесообразно когда тебе нужно полторы тысячи опыта. Но на нем можно качаться. Кстати да. У нас очки навыков кстати у нас тут не показываются. Не показываются. Я их забил. У нас все прокачано сейчас на 4. Нам осталось каких-то 6000 очков. Вот. Я еще к тому же пособирал некоторые вещи. Я их без вас не читал. Поэтому давайте поехали. У нас есть монетка. Монетка покойного. Монетка которую клали на глаза усопшему во время погребального ритуала. Изначально она принадлежала могильщику гробоплиту. Вероятно он достал ее во время одной из церемоний похорон. Одна из обязанностей гробоплита проводить мертвых в последний путь. И пожелать им покоя в загробной жизни. Да. Мы с этим знакомы. Что мы еще не видели. Мы не видели вот это по-моему. Ну-ка. Заблудшие души которые не забрали жнецы остаются в этой местности. Пока их не перетянет к ближайшему источнику жизни. Неизвестно что за душа прицепилась к этому семечку. Но она извратила и превратила его в уродливое отклонение. Ничего хорошего из него не вырастет. Так. Что мы еще не читали. Вот этот шлем. Древняя корона. Принадлежала первому лорду. Лорда состоит из чистой энергии. По-моему это мы с вами читали. Маску мы находили. А вот я нашел вторые двери. То есть врата жнецов. Макет современных врат я нашел. К макету приложена записка. Эти врата тоньше и надежнее. А также проще в использовании. Они больше не питаются необработанными душами. В отличии от первых врат. Скоро мы начнем использовать хранилища. Где души будут перерабатываться. И питать энергию всю сеть врат. Комиссия будет выполнять всю работу автоматически. Даже самые крошечные души используются в качестве средства оплаты. Будут возвращаться в систему. И также в нашем офисе я нашел местечко. С вот этими вратами. Или вратами. Нашел также журнал. В котором нам сообщалось о том, что... Ну, мы до этого находили журналы с приписками от жнеца. Который вот был против системы. И пошел искать. И всякое такое. И оказалось, что... Это жнецы, которые ушли и основали свободный лагерь ворон. Вот здесь, который... И теперь все сложилось. Ладненько. Все, ребят, двинули дальше. Насчет испытаний по улучшению оружия я специально... Так, нам сюда, туда. Ну-ка. А вдруг нам туда? Специально эти испытания вам не показывал. Мы с вами смотрели огненное испытание. А все остальные там мини-босс практически одинаковые. С минимальными отклонениями... Ой, кстати, это ты здесь. Ух ты. Фух. Как же... Как же непросто сюда добраться. Мои легкие хребят, как забитая валторна. А ты, наверное, на седьмом небе от счастья. Настоящее тайное общество ворон здесь, в горах. Подумать только. И у них, наверняка, полно потрясающих историй из жизни. Особенно о чудовище совершенной горы. Ой, мне такой прилив вдохновения. Наверное... Я уверен, моя следующая песня станет лучше из всех, что я написал. А у меня их уже больше пяти. М-м-м. Круто. Ну, первый куплет мы послушали. Первый куплет мне понравился. Хорошо, там лифт. Посмотрим, что в эту сторону. Отчи сюда. Погодите. А чё это? А, вот, кстати, это вот, когда я тут проходил, я говорил, мне сюда нужно. Потому что... А я назад сейчас никак не... Я назад никак не вернусь. Только через вот эту часть. Хорошо. Тут не так долго возвращаться. Как раз через врата. У нас 166. Душ практически ни о чём. Нам сейчас нужно полторы тысячи. Полторы, Карл, тысячи. Для того, чтобы качнуть следующий уровень. Но он будет максимальным. Так, что здесь? К Мёрзлому Каньону. Осторожнее там. М-м. Спасибо. Гляньте, какая тень. Прикольно. Мёрзлый Каньон. А это не зажига... А вдруг это зажигается? Погоди. Нет, это не зажигается. Найти бы... О, о. О, 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 о. Тут скользко. Он реально мёрзлый. и она тикает вы нормально и вообще-то тикала фигасе а как это должен успеть а но это же импосибру вы чё ах серьезно вот оно как а погодите какой-то все заново это блин как все заново так раз мне нужно перекатами иначе я не справлюсь да а перекатами работает а не падай пожалуйста 3 вы офигели нет но это же не это же это издевательство я пойду наверное подлечусь погодите ребят и вот 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 Продолжение следует... 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 Оу-оу-оу, стой, нет, не вниз, там дверь, мне туда, вот, но я слышал, что многие говорят о том, что эта секретка довольно-таки трудная, её трудно найти, также у нас есть какая-то вот возле Чёрного Ворона, там огромная дверь, которая не открыта, там сказано, что нужен ключ, так, ну это вроде можно разбить. Я по привычке продолжаю отходить, хотя мне урона никакого не наносят взрывы, я не знаю, зачем я это делаю, о, артефакт, супер, блестящий медальон, вот так удача, реально, давайте почитаем, сейчас, сколько нам осталось вещей найти, раз, два, пять штук осталось найти, хорошо, медальон, а, мы ещё и контракт со смертью, излучающий опасную энергию, здесь что-то написано в неизвестном языке, не помню, читали, мы это не читали, теперь прочитали, отлично. По-моему, да, ещё урна со слизью, расписная урна, в которой хранится какая-то липкая слизь, даже с этой покоя извивается, словно не течёт жизнью, лучше не знать, из чего она. Медальон. Этот медальон принадлежит свободным воронам, отколовшейся группе жнецов, которые бросили свою работу и теперь живут по законам природы. Иногда эти вороны украшают себя подобными медальонами с изображением древнего бога. Согласно их поверьям, бог предсказал падение лордов врат. На данном этапе я уже даже не знаю, чему верить, но у них тут кладовая, окей, я понял. Вороны тоже кушать хотят, всё нормально. К логову чудовища через старые дозорные башни, то есть всё-таки старые дозорные башни, это у нас будет ещё одна локация, которую нам надо покорить. Я теперь постоянно хожу на изготовку с этим крюком, потому что мне нравится эта фишка с избиением врага в полёте. Я её как-то заценил, я же говорю, что очень много челленджей прошлось именно таким образом. Мне повезло, что я крюк добыл достаточно рано, ну, в смысле, апгрейд на крюк. Поэтому... Да ладно, это же не просто так. Он гаснет, причём гаснет довольно быстро. Что вы мне предлагаете? Погодите, тут всё не так просто. Сейчас мы выясним, это система обязательного зажигания или нет. Это, знаете, как в автомобилях система раннего зажигания. Система обязательного зажигания. Тут врата, я их, конечно же, открою. Хотя от тех врат мы прошли совершенно недалеко. Но это не проблема, я их, конечно же, использую. Мне вот интересно, зачем там это место? И сделано, чтобы я смог набивать. А зачем? Я могу это поджечь. Но его моментально задувает... Погодите, а вот тут снег идёт, не снег? А что будет, если... Вот, вряд ли зонтик поможет в бою, зато точно поможет не промочить перья в сырую погоду. Это сырая погода у нас сейчас, нет? Снег вроде идёт, не дождь. Это очень интересная штука. С зонтиком явно есть какая-то загадка. Он же не просто так. Хорошо. Я не знаю, что это такое. К тому же, я ещё что заметил, у ведьмы, у горшочной ведьмы, у неё есть там захоронение. Это очень сильно похоже на загадку. Там, где стоит куча горшков, разбиваются только четыре. После пятого они собираются. Почему-то после пятого. Вот, смотрите, здесь опять эту штуку можно подж... Это всё совсем не просто так. Видите, она зажигается, она моментально гаснет. И нам как-то туда надо. Ладно. Это интересно. Это вот прям реально интересно. Загадочки, загадочки. Мне предлагают здесь упасть на этих ребят. Да ну ты серьёзно? Да, проблема этого меча, что он медленный. Тут ничего не поделаешь. Так, не то. Семечку я заберу. Спасибо. Тут ворота, которые открываются двумя. Двумя чем-то. Так, хорошо. Пойдёмте. Прямо зацикливаться я сейчас не буду, если я буду находить какие-то новые интересные штукенции. Вот. В этих ребят можно просто врываться. Они классно так вот с этим мечом, с этой способностью новой работают просто офигезненько. Да прекрати! До свидания. Я поставлю здесь хилку, ну его нафиг. Видите, и здесь. У меня просто хилок много. Я так понимаю, что если ты находишь все семечки, то они подходят под все горшки. Возможно, мне как-то нужно остановить ветер. Зачем тут вот эта штука? Посмотрим, посмотрим, все это. Нормально. Серьезно, с вот этим вот налетом, оно работает прям очень хорошо все. Я пойду сюда. Лазер? Да хорош! Нет! Фигасия! Он просто ваншотнул. Ту-ту-ту-ту. И все. Ладно. Отврат. Отвратительно сыграли, да? Ладно. Большую часть мы сейчас пробегаем. Нам тут делать вроде как нечего. До свидания. Не попал. Э! Сваляй отсюда. Он меня зажал. Это вообще законно. Так. Там с этим не пройдет. С крюком. Потому что там особо не полетаешь. Там этот чертов лазер. До свидания. Куча разных интересных методов, как можно с ними бороться. Поэтому. Огонь! И сгорит, Варина. Там рыцарь. До свидания. Ага. Ну, это какой-то файт-проход. Неплохо. Пойдемте, пойдемте. Одну хп-шку я всем потратил. Моги не тратить, кстати. Можно было лучше сыграть. Блин. Хе, ты свалился. Да иди уже. Ну, прыгай сюда. Ну, и догори там, чувак. Все. Так. Эти врата у нас тоже открылись. Отлично. Это как раз то, что нам нужно было. А я пойду сюда. Это просто шорткат, который, что ли? Да, видимо, да. Потому что это прямо проход к вратам. И там у нас как раз вот эта девчулечка, которая, не знаю... Ну, существо похоже, что женского пола. Но я не верю. Но это не точно. Так, ну-ка. Кошмар. Ну и погодка здесь. У меня ветер свистит в ушах, как зверель. Ладно, плохая погода только добавляет мне задора. Особенно, когда чудовища бродят где-то поблизости. Интересно, что похоже? Если верить рассказам ворон, то это громадный зверь. Волосатый дикий. Не могу дождаться вашей битвы. Ха-ха-ха, какая добрая, блин. Не могу дождаться, говорит, вашей битвы. А, это на разном уровне. Ясно. Так, стоп, ребят. Знаете, что мне интересно? Тут-то лестница у нас не появилась. А что там тогда было в ту сторону? Тут лифт, тут все дела. Это я вижу. Ну, там-то мы не чекнули. Может, туда... Побью этих ребят, чтобы они не мешали проходу. Нет! Мелкая гадость доставила мне столько неудобств. Так, тут-то мы всех уже разложили. Просто что было тогда с другой стороны? Я думал, что это какая-то секретка. А там, оказывается, там проход-то вот сюда. Семечка. А, это, видимо... Шесть. Связано ли это как-то с башнями, которые нужно будет поджигать? Возможно, нужно. А, возможно, нет. Блин, я, получается, зря круголя дал. Ну, ладно, не зря семечку подобрал. Тоже хорошо. То есть, если держать глаза открытыми, то есть, замечать секреты и всякое такое, то найти семечку, в общем-то, не проблема, по сути. Ну, я же говорю, опять же, находить секреты здесь очень приятно. Они такие прям... У меня все время попадаются вот эти башенки. Самое, самое что... Опс, не то. Самое, что интересно, всегда к ним есть прострел. А это не зря сделано. То есть, разработчики такие специально делали дырочку где-то в каком-то месте для того, чтобы я смог дострелить туда. Зачем? Так, туда мне еще предстоит пройти. Видите, на третий взмах мне не хватает скорости. Ах ты ж. Опа! До свидания. Мне за него не дали опыта, что ли? Спасибо, ребят! За счет вас очень удачно. О-о-о! Красиво прям. До свидания. Нет! Я только сейчас заметил, что эти плиты тоже серые. Ай! Вообще-то больно, чувак. Минус. Уйди ты нафиг. Да вот... Вот ты резкий. Да хорош! Я же на таком расстоянии от тебя стоял. Блин, меня тут убьют сейчас, я хотел сказать. А меня тут взяли и убили. Хорошо. Но там недалеко от врат. Я просто, наверное, чуточку растерялся, что делать. Хорошо. Все, ребят, тогда давайте на этом серию заканчивать. Уже продолжим пробираться в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Все молодышек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok